Здравствуйте, друзья. Я решила записать небольшое видео о том процессе, как можно работать над треком. Вот я сегодня утром записала такой небольшой трек. Прикольненько получился, но это как бы не полностью, так сказать, готовый результат. Вот кое-что тут набросала, хотела просто на минуту, получилось чуть больше, но ничего страшного. Посмотрите, что можно сделать. Сейчас сохраняется так, это как проект. Потом мы берем, ну, если хотим продолжить, но хотим, например, что-то, может быть, изменить, дополнить, но чтобы нам вот это вот как бы не мешало и не трогало нас. Мы создаем новый проект. Вот он обычный. Активируем. Дальше мы идем вот в эту вкладку в браузере, там, где ваш компьютер. И вот здесь вот находится ваш recent проект, то есть ваши последние проекты. Вы ее открываете. И вы смотрите, вот этот проект мы можем просто взять и перетащить сюда. То есть у нас уже будет новый проект с новым, может быть, названием, но в нем уже будет вот этот проект, как частичка его. Он будет отдельно в папочке. То есть на проект тут, получается, будут должны, по крайней мере, так, что-то там до три. Вот это вот сент, который был в том проекте перед мастером. Вот он, все здесь есть. Все плагины у нас подгружены. Опять-таки, мы можем взять отсюда эти плагины и перекинуть на мастер. Вот так вот, просто выделив. Шифтом. Вот они все выделились. Если нам нужно, мы взяли, перенесли на мастер. И вот это уже будет в нашем проекте. Сейчас отмену сделаю. Мы можем также не просто переносить. Выделили и зажав контролом, мы скопируем себе. Потому что этот проект мы можем, чтобы он нам, например, пока что мы разрабатываем какую-то новую идею там, или будем сейчас, например, хочу там с аудио поработать, голосовые какие-нибудь эффектики, да, там, войсы какие-нибудь вставить. То мы просто берем, закрываем этот проект и делаем, ну, то есть, закрываем папочку, и чтобы она нам не мешала. Тогли актив. Все, она у нас не занимает места. Вот вы видите. Все, видите, полностью удалилась из памяти. И все. И чтобы нам дальше это самое... Опять-таки, мы можем вот этот проект, что сделать? Bounce and Place. И вот эта часть у нас уже будет... То есть, мы можем вот так сделать. Сейчас покажу. Вот так вот. Выделить. Дублировать. Отодвинуть, куда нам надо. Потом то, что у нас выделено, мы можем сделать Loop Select. Потом то, что выделено, все. Bounce and Place сделать. Все. Так, а что у нас здесь? Ой, Bounce and Place. Я вот это выделила, получается. Ладно. Выделяем все. Вот так вот, чтобы темненькие вот эти полоски появились. Теперь нажимаем Bounce and Place. И вот это все у нас сейчас превратится в аудио. Ой, блин. Прошу прощения. Оно не превратится в аудио. Потому что я его токлеактив сделала. Поэтому давайте назад возвращаемся. Так. Возвращаемся. 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 Теперь вот так вернемся. Теперь обязательно вот это сделать. Надо назад так. Ну, вернее, нельзя делать токлеактив, пока аудио тогда не будет у нас. И вот теперь выделяем вот это все. Нажимаем. И делаем Bounce and Place. Вот теперь вы видите, что все у нас пошло переводиться в аудио. То есть, если нам не нужны вот эти вот, мы просто вытянем вот эти аудио и все. Таким образом, мы сэкономим нашу память, которая используется, память и ресурсы процессора. Все. Пока оно там баунсится, мы можем вернуться даже в этот проект, но мы не можем сейчас аудио-инжин нажать. Но мы можем дальше, например, что-нибудь там с этим вот делать. То есть, перетаскивать что-нибудь там или еще что-нибудь сменять. Короче, вот такая вот система, может быть, вам подойдет и, может быть, вы не знали, что это можно сделать в Bitwig Studio. Любой проект можно закинуть сюда. И он будет в виде папки со всеми плагинами, со всеми обработками, со всеми папочками и так далее. Давайте, например, это вот старый, этот самый, тот проект. Так, мы берем, куда идем, туда же. Вот последняя строчка, ищите последнюю строчку. Чик. Нажимайте и какой там хочу, например. Черт 3. Ну, давайте вот, ну просто. Не, ну это там не будет папочек. Лайф. Так. Фильтр Твин. Вот, видите, мы можем из проекта, еще одно, одно замещание, мы можем из проекта, ну, то есть, тянуть, опять-таки, перетаскивать, вставлять. Не весь проект, а вот при нажатии мы в каждую, вот это все, это папочки, папочки или сенды. Вот, и фикси, да. Мы можем открыть, опять-таки, папочку, потом в каждую еще из них папочку зайти и достать, например, тот инструмент, который нам нужен. И он достанется, вернее, там дорожка достанется, я так думаю, если там что-то есть на дорожке. Давайте вот мелодию посмотрим. Да, все, вот оно с клипом досталось, все, его можно слушать. Ну, для этого активацию аудио инжин сделать. А, ну здесь просто один звук. Я, понятненько, да, то есть, либо вы можете вот целую папку сюда притащить, и в этой папке, вот почему удобно делать папками, потому что в этой папке будет обработка вот этой мелодии. Вот, например, у меня здесь там вот такой плагин стоит, на этом у меня вот такое стоит, и все это сохраняется, то есть, мы можем продолжать над этим работать. Понятно, да? А тем временем у нас здесь все забаунсилось, то есть, все перевелось в аудио. Мы можем взять, что сейчас еще можно сделать? Мы можем взять и дублировать эту папку. Теперь открыть ее. Так, вот эту здесь там убрать, например. Ладно, сейчас потом покажу. Вот это вот все, например, удалить. Вот это все передвинусь. Ой, я удалила это из того тоже проекта. Да. Блин. Там вообще-то в одном нужно, пускай бы лучше эти оставались. Просто у меня два проекта было выделено, оказывается. Вот мы выделяем только этот проект. Этот мы делаем тоже, только тоглиактив. Все в этом, да? А теперь вот с этим. То есть, мы же здесь можем вообще перейти вот в этот вот проект 2. И все, и работать с ним. То есть, нам не мешают все эти папки, которые, может быть, там у нас создавались в процессе. А теперь отсюда взять вот это вот все, удалить, чтобы нам просто сэкономить свои ресурсы компьютера. Поставить. Потом вот этот вот Loop Select Region. Он автоматически выделится. И все. И у нас здесь аудио, на которое не так много тратится ресурсов. Все. Мы каждое аудио теперь можем вот так вот обрабатывать, резать, зацикливать там туда-сюда. Вот, например, ADS Air. Мы можем здесь вот нажимать. Пуск. Вот, это чисто драмка. Ее мы тоже можем вот прямо здесь вот начать делить, что-нибудь с ней вытворять. Понятно, да? Ну, короче, вы поняли. Не мне вам вас учить. Все. Каждый этот самый вот... Все. Тоже можем редактировать. Все. Короче, вы поняли. Так что вот пользуйтесь. Очень удобный workflow. А, кстати, и по поводу вот этого я сейчас просто когда вспомнила вот про эту функцию, я уже давно узнала, что можно проект в проект вставлять. Но как это можно использовать? Я делала темплейты, да? И вот здесь вот, например, в сеттинге я ставила там use и вот start tory. Но смотрите, что происходит. Тогда куча этих папок появляется. Все. И такой сидишь. Немножко все равно. Они путают твое сознание, да? Когда уже что-то наворочено там и плагины там, и все. Поэтому я решила, что раз можно так делать, то просто делаем пустой проект, открываем. Вот new project. Вот он, пустой проект. А здесь нужно будет сделать, сохранить вот сюда, в recent project. Но можно и не сюда. Можно вообще любую папку здесь найти. Например, там, где у вас темплейты, они находятся... My computer. Документы. Компьютер на диске. Вот в этом. Идет документы. Потом идет Bitwig Studio. И вот library. Вот в library темплейты есть. И вот, когда вы какую-то идейку уже здесь реализовали, да, ну, начали, потому что иногда бывает такое, что, блин, посидишь-посидишь, все, фух, закрыл проект, и нафига мне этих столько папок и столько этих... столько инструментов сохранять. Если я могу, вот я что-то здесь поделала, потом беру, просто вставляю темплейт, который мне нужен, да, например, так, где мой старт туре? Вот он, да. Вот я его просто сюда перетаскиваю. Так, подождите. Пока что я не могу перетащить, наверное, поэтому... А хотя вот на самом деле... Сейчас мы посмотрим. Темплейты, наверное, нельзя. Вот это я только сейчас... Что-то это самое... А, вот он. Проект. Вот он. То есть в темплейты нужно зайти и потом выбрать вот этот вот темплейт. Такой-то. И сейчас посмотрим. О, ну все. И видите, у меня тут все. Все есть. То есть вот здесь я что-то там поделала, какие-то инструменты. И я беру, вставляю их в нужную папку. Если это у меня была драмка, я вставляю в драмку. Лучше открыть сначала эту папку. То есть если это драмка, я вставляю вот сюда в драмку. Если это мелодия, я вставляю в мелодию. И у меня, в принципе, обработка вот эта... То есть темплейт делается таким образом, чтобы вот сохранить какую-то там обработку, да, то есть все нужные плагины. И у меня получается, что вся обработочка... Ну, сюда желательно, конечно, сильно не загромождать, а самые только необходимые те плагины, которые, в принципе, ко всем подойдут. Вот и все. Отличный вообще workflow получается. Все, мои друзья, спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите, отвечу. Ставьте лайки, комментарии, комментируйте. Если что непонятно, спрашивайте.